Я сейчас нахожусь в культурном потрясении. Нашла я гриб. Сначала я подумала, что это дождевик. Я его отковыряла, разломила, и мне показалась странная структура. Я нашла белый трюфель. Запах... Что-то между орехом и маховиком. Серединка вот... Нет, всё-таки, наверное, это не... Это не белый трюфель. Запах бомбический. Скорее всего, это гриб оленей Парга. Но уже сама мысль от возможности встретит здесь белый трюфель. Приветствую всех любителей леса. Мы сегодня с вами в новом лесу, где сливаются невидимыми подземными потоками три прекрасных озера. Лесное, Круглое и Листа. Посмотрим, что там есть. Озеро Иллиста. И что тут растёт? Вот эти вот гигантусы, смотрите. Ого, ежовики. Сомбреро. Нет, рога. Олени рога. Какой букет ещё. Вот это вот вырастила природа. И это не всё. А вот ещё у нас, видите, какие чудеса? Здесь также брусника отменная и медвежьи ягоды, или шикша. Пресные на вкус, но красятся так же, как черника. Водянка. Можно доподсобрать голубику и встретить удивительные экземпляры поздно-осенних грибов. Рядовка белокоричневая. Ох, какая. Говорушка. Булава-ногая. Съедобный вид. От белорожки дымчатый отличается покатым спуском, как у булавы. Имеет слабый фруктовый запах и совершенно несовместимый с алкоголем. Я давно задумывала цикл рассказов о лесных озёрах. Но это озеро и название имеет. Лесное. Милое, уютное, крохотное озеро. Вот вам и цикл. Смотрите, что. Смотрите. Смотрите. Шикарные. И ещё. Вот вам и цикл. Они чистенькие. И это не всё. Вот ещё один красавчик. Так, что тут? Чистый. И вот ещё. Двадцатая. Никакого плана по собиранию грибов у меня не было. Я просто гуляла по этому дивному маленькому озеру. И снова вот такая вот красота. Ребята, пошли. Маслята. Просто. Вот пошли маслята. Чистые. И снова озеро. Спасибо, озеро волшебное. Чудо, чудо. Озеро, оказывается, растёт ещё и калина. Чудо. Соберём немножко. Кто всё же считает, что это не калина, а опасное ядовитое растение, напишите, пожалуйста. А на сегодня всё. Всем приятных рабочих будней. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует...